Также на заседание окружного правительства утвердили проект соглашения с Министерством связи и массовых коммуникаций России. Благодаря этому документу югорские водители смогут получать исчерпывающую информацию о ситуации на трассах. Данные будут размещаться в сети интернет на сайте безопасной дороги РФ. С помощью интерактивной карты югорчане смогут заблаговременно узнать о дорожных работах, местах концентрации ДТП, перекрытии трасс, а также сведения о метеостанциях на магистралях и дорожных знаках, разметке светофорах и освещения. Это хороший пример того, какую пользу могут приносить так называемые большие данные геоинформационные сервисы. Предполагается, что сопряжение региональных и федеральных информационных систем пройдет в несколько этапов. Необходимо, чтобы автомобилисты получили доступ к самым актуальным и востребованным данным. То есть это будет такой актуальный ресурс, единый, официальный, можно назвать его чуть ли не государственный ресурс, где эта информация будет актуализироваться по мере ее изменения. То есть это будет приложение в конечном итоге? Минкомсвязь работает сегодня над этим, то есть приложение мобильное обязательно будет.